Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы продолжаем цикл экономического клуба. И в гостях у нас сегодня руководитель Ананевской района государственной администрации Дмитрий Маковичук. Добрый вечер. И бизнесмен, предприниматель из Швеции Дерек Потамсон. Добрый вечер. Мы продолжаем наш цикл, связанный с тем, что экономика Украины крайне нуждается в серьезном реформировании. И вот о путях этого реформирования и на примере наших друзей из Швецы мы хотели бы пообщаться с представителем государственной власти и с представителем бизнеса, в данном случае европейского бизнеса. Со Швецой у нас всегда были дружеские отношения Украины, поэтому мы очень рады вас здесь видеть в Украине. Эта передача, наверное, очень актуальна должна быть, потому что все-таки на днях буквально было объявлено о том, что в Украине создан офис инвестиций. Премьер-министр Владимир Гройсман об этом заявил и сказал, что он берет работу этого офиса инвестиций под личный контроль. А президент Украины Петр Порошенко буквально на днях также заявил, что мы ожидаем в ближайшие месяцы введения безвизового режима с Европейским Союзом. Специалисты еще говорят, что, скорее всего, это все-таки будет с 1 января этого 2017 наступающего года. Поэтому я хотел бы начать с того, что какая сейчас государственная политика сферы инвестиций и как она на примере Ананияска района реализуется. Дмитрий, расскажите вы. Мы на уровне районной государственной администрации, естественно, ежедневно работаем над привлечением как и отечественных инвесторов, так и зарубежных инвесторов в различные сферы экономики нашего района. И у нас появился не так давно партнер, это бизнесмен из Швеции, Пан Дерек Потенсен, с которым у нас есть определенные планы по инвестированию в наш анонимский район. Я так понимаю, что он представляет не только себя, но и представляет целую группу бизнесменов из Швеции, да? Да. Дерек представляет целую группу бизнесменов шведских. И, естественно, у нас есть определенные планы для инвестирования в Ананевском районе. Государство как на это смотрит? Как отдавать активы? Ну, я думаю, что в таких районах, как Ананевский, я думаю, нет, потому что мы находимся в не очень выгодном географическом положении относительно таких районов, как Коминтерновский, сейчас Лиманский или Видеопольский. И, естественно, что тот промышленный потенциал, который был в советское время, он уже, к сожалению, растрачен. И из промышленности, которая осталась, у нас работает пищевая промышленность, у нас работают два завода по производству хлебобулочных изделий. И, естественно, что мы постоянно работаем над какими-то новыми проектами, как и в производственной сфере, так и в непроизводственной сфере. И, естественно, что у нас на уровне области тоже создано инвестиционное бюро, которое всячески оказывает определенную помощь районам по реализации тех или иных проектов. И, в целом, я скажу, что на уровне и области, и районов у нас есть четкое понимание, что инвестор, он необходим просто. Ну, почему необходим? Потому что, первое, инвестор несет технологии и инновации, без отсутствия которых невозможно развитие, экономическое развитие и региона, и района, и также Украина. И, конечно, нам нужно, то есть многие страны, когда выходили из кризиса, у них были базовые отрасли. Как правило, в многих странах это была отрасль автомобилестроения, с помощью которых они, то есть это локомотивные отрасли, с помощью которых те или иные страны выходили из кризиса. Также мы наняли, даже на микроуровне района, ищем тоже те отрасли, которые имеют максимальное преимущество по сравнению с другими. То есть у нас это и сельское хозяйство, и переработка, и также у нас развитое и лесное хозяйство в районе. И вот в этих сферах у нас есть определенные проекты. Понятно. То есть я хочу нашим телезрителям немножко пояснить. Дело в том, что сложилась практика в Украине, когда все инвесторы идут через Солицу, через Киев, и там они заседают в высоких кабинетах, там их очень упорно, как это по-одесски говорят, разводят на деньги, пытаются выжать с них возможные преференции. И потом большинство из них отказывается, уезжает обратно, несово нахлебавшись в свои страны. А здесь случай, когда не на уровне области, а даже на уровне района, вот вы осмелились бросить вызов нашей номенклатуре, нашей бюрократии чиновничьей, которая сидит и сжала кулачки, думает, как же так, у нас забрали хлеб, давайте будем говорить честно. Поэтому я считаю, что мы как пример пилотного такого проекта демонстрируем для всей Одечины, для всего руководства нашей области и для бизнес-сообщества, что не нужно бояться, нужно брать в свои руки экономическую инициативу. И поэтому я вам тоже, наверное, признателен по-человечески, как представитель и исполнитель директор ассоциаций работодателей Юга Украины, что вы даже без ассоциаций зашли напрямую в район, наверное, увидев прогрессивного руководителя в этом районе со стороны государства, в данном случае Дмитрия Маковичука. Хотя я знаю, что у вас еще, потом, может быть, мы об этом поговорим, были определенные сложности в связи с тем, что руководство районного совета немного сопротивлялось в этой позиции, ну, в общей позиции захода сюда инвестиций, реформирования экономики, перехода на правовые нормы взаимодействия с бизнесом и так далее. Соответственно, я хотел у вас спросить, Дерек, в двух словах расскажите основные параметры экономики Швеции, чем она хороша и что вы можете принести сюда, нам, в Украину, в частности, в Одессу, ну, в Ананевский район, может быть, в Одессу и так далее. Швеция и Украина, это две разные страны. Мы хотели здесь, как бы, дать что-то новое, чего еще нет, потому что последние 25 лет демократии Украины, то, что приходило здесь, ничего не поменяло. Мы, как бы, можно сказать, благодарны главе района ананевского района, что он, как бы, поддерживает нас, в это, чтобы мы могли здесь зайти, на Одессу, на район Одессы, Ананева, рынок. Мы сделаем то, чего до сегодня еще никто не сделал. Попробуем сделать то, что в Швеции самое красивое, сделаем маленькую в Швеции, например, Ананево. Например, что? Например, Ананево. А, на примере города Ананев и Ананевского района, да? Да. Это, как бы, главная цель того, что мы хотим сделать. То, что мы будем делать, это уже время покажет. У нас есть готовый план, что будет в первую очередь диван. Но мы не хотим громко еще говорить, потому что это время. Понятно. То есть вы хотите сказать, что вы не инвестор, который венчурный или портфельный, который может заработать деньги и потом через пять лет уехать. Вы являетесь стратегическим инвестором. Мы хотим совсем по-другому. Мы бизнесмены, но не такие, как украинские бизнесмены. Потому что то, что мы заметили в последнее время, здесь все украинские бизнесмены, они капиталисты. Мы тоже капиталисты, но в половине социалисты. Мы приехали из Швеции. Швеция совсем по-другому построена. Кстати, вот расскажите об этом. Как построено взаимодействие бизнеса и политики в Швеции, государства и социальная сфера, как развита в Швеции, благодаря налогам и благодаря распределению этих налогов? Это долгий процесс, который в Швеция приходила. Это не получилось в один день. Это последние 100-200 лет, где Швеция как бы подготовила все то, что на сегодня в Швеции есть. Это произошло через много лет. И потому, что бизнесмены нашли договор вместе с администрацией города, со страной. И потому, что все бизнесмены точно рассчитываются с налогов. А можно у вас спросить такой провокационный вопрос с нашей точки зрения? Глава государства шведского, король Карл XVI Густав, платит налоги? Конечно, что платит. Все платят налоги? Все платят. Большие налоги? Да. И ничего не скрывает? Офшора у него нет? Ну, я не понимаю, почему здесь в Украине все люди гордятся тем, что они не смогут как-то что-то сделать, чтобы не платить налогов. Мы за всем по-другому думаем, мы за всем по-другому в воспитании. Мы в воспитании из моего ребенка, что мы должны вместе строить нашу красивую страну. Но сегодня хотели бы мы помочь друзьям из Украины сделать что-то похожее. На пример, первый пример будет Анонев. Потом пойдем дальше, пойдем до Одессы. Хорошо. А вот, Дмитрий, скажите вы, пожалуйста, если увидят местные предприниматели Аноневского района, что налоги платятся полностью, как они будут себя вести в этой ситуации? Ведь у них сложились, не будем скрывать, достаточно темные отношения в предыдущие годы до этой власти, когда 50-60-70% земли было, скажем так, не налоговложено в достаточной мере. Трехпроцентная ставка там обложения паев, а возможности есть 12% и так далее. Не вся земля учтена была официально в обороте. Много людей, которые не востребовали землю, наследники и так далее. Кто-то умер, вообще без наследников остался. Вот как с этим, какая атмосфера будет с приходом, вы видите, начинает складываться в Аноневское районе, с здоровой конкуренцией или будет давление на шведов, чтобы он уехал? Чтобы шведы уехали. Да, действительно, с данным вопросом есть определенные сложности у нас, потому что у нас разные сельхозпредприятия оплачивают разные ставки по ПАЯМ. Есть официальная регистрация, в составах которых идет налог в районный бюджет. Это налог по ДФЛ. А есть, допустим, та часть, которую многие предприниматели и фермеры, которые работают на земле, они не показывают. Естественно, с той части, которую они не показывают, район ничего не получает. И, естественно, из-за этого мы не можем развивать инфраструктуру района. На данный момент у нас в этом году достаточно хорошее перевыполнение бюджета, это уже 2 миллиона 300 тысяч за счет того, что мы ведем еженедельную работу по легализации заработных плат. Чтобы была система социального обеспечения, такая хотя бы как в Советском Союзе. Да, за счет этого мы сейчас ведем интенсивный ремонт школ, завершили ремонт внутренних туалетов во всех школах. Также мы делаем молодежный центр СОУП, потом ведется ремонт библиотеки. За счет фонда развития области с сегодняшнего дня начали ремонт дома культуры в районе. И, естественно, если появится компания, которая будет в чистую и белую платить налоги, то, я думаю, в каком-то первоначальном периоде будет определенная недобросовестная конкуренция. Я понял. То есть вы хотите сказать, что если вот эти бизнесмены, допустим, их там 20 фермеров, 20 предприятий, 30 промышленных каких-то предприятий полуживых, они увидят, что 1, 2, 3, 4 компании из других стран, в том числе Швеции, пришли на рынок Айнаневского района, в итоге Одесской области, наверное, потому что такого большого, громкого бизнеса известного мы не знаем пока об этом районе, то на примере этого района мы увидим не сопротивление, а желание подтянуться к ним, к более высоким европейским стандартам, уплатой налогов, стандартам технологического развития и, самое главное, к системе социального обеспечения, о которой вы говорите, которые вы просите и вам помогают. Что значит помогают? Платили бы все налоги, как Швеция, я знаю, 70% налогов надо отдать из того, что получил, то было бы социальное обеспечение. Дерек, а ну скажите в двух словах еще о Швеции. Я знаю, что наши телезрители очень заинтересовались, наверное, страной, которой тот же самый желтый цвет флага и синий цвет желто-блокитный, да, украинский, то же самое, цвета Швеции этими же обозначаются цветами, вернее, флаг Швеции. И, насколько я понимаю, небольшая страна, там 9, почти с половиной миллионов населения, валовый продукт Швеции на душу населения составляет порядка... 55 тысяч долларов на человека. 55 тысяч евро на человека, то есть порядка 60 тысяч долларов, тогда, когда в Украине он составляет 1900. То есть мы имеем в 30 раз меньше дохода, чем... Нет, 8 тысяч долларов, по-моему. Нет, нет, наш шведский доход на одного человека, сколько я помню... 55 тысяч евро, извините. 50-55 тысяч евро на человека, то есть порядка 60 тысяч долларов. У нас 1925, если быть точным, то есть больше, чем в 30 раз доход одного человека, любого, неважно кого, шведского гражданина, в среднем составляет 30 тысяч гривен из расчета валового внутрепродукта, деленного на одного количества населения. Поэтому, что получили граждане Швеции, когда уплатились налоги, и когда экономика работает, есть ли безработица, какие социальные стандарты, что может позволить себе простой швед? Я... То, что я могу сказать, то, что получили граждане Швеции, то это то, что могу получить граждане Украины, только что дело в том, чтобы все захотели платить налоги. Но мы получили по первой дороге. По второму, у нас есть красивая больница, у нас есть красивые школы. Это то, чего не хватает в Украине. То, что я увидел в Украине, это не вместится никакие рамки. Это то, я не знал, я не знал другой такой страны в Европе. Как это можно было сделать, что такая красивая страна вот в таким месту есть на сегодня. Так низко упало, да? Так низко упало. Кстати, я хочу нашим телезрителям сказать цифры, которые символизируют то, что вы сказали. Дело в том, что Швеция занимает 12 место в мире, по индексу человеческого развития. То есть уже человек может запозволить и отдых, высокий уровень образования, высокий уровень медицины, высокий уровень социального обеспечения, высокий уровень культурного, духовного и спортивного развития, насколько я знаю. И в то же время экология, защита прав человека. И вот я знаю, мы до передачи говорили, что вы сказали, что когда выходишь утром на улицу в любом городе или деревне, кажется, что все помыто шампунем, все дороги, и все только что покрашено. Так я вас перебил немножко, поэтому я хочу, чтобы вы продолжили. И прокомментировали, что Украина во второй сотне индекса человеческого развития в мировом. Что нам нужно сделать? Что вам нужно сделать? Надо верить новой власти. Надо верить новой демократичной Украине. Они имеют план, план, как это сделать. Но здесь я не понимаю, почему дедушки, бабушки, надо поговорить вам с дедушками, бабушками, чтобы они внукам своим уже не говорили того, что было. Это уже не будет, уже никогда не будет так, как было. Это будет намного лучше, потому что мы должны творить, это вы должны творить Украину сами, а мы должны вам помогать. Но здесь в Украине, говорят, все, как бы, ждет нас, чтобы мы сделали вам новую Украину. А это не мы. Мы должны поддерживать, вам помогать. Это вы должны сделать новую красивую Украину. Это ваши внуки должны это делать, это вы. А дедушки и бабушки на сего дня, они живут еще в советских временах. И дело в том, что есть две разные, как бы, две разные культуры. Культура нового, Евросоюза, и культура старая, которая здесь осталась. Мы должны все вместе начать строить новую независимую Украину. Такой, какой есть пример в Швеции. А получается ли у нас это в Украине на примере вашего на Нанискаране? Я вот помню, был недавно конфликт, связанный с тем, что руководитель района Николай Балан, можно не давать ему рекламу, все-таки высказывал совершенно другую точку зрения на линию развития, на новую политику государства, на то, что мы хотим все-таки получить безвизовый режим, на то, что мы хотим привлечь сюда инвестиции, на то, что мы хотим сделать независимые суды. И начали реформы, в том числе правоохранительных органов. И, соответственно, понадобился вывод экономики истине, потому что иначе не получится получить деньги для всех этих реформ и для того, чтобы реформировать территорию громаду. Ведь началась реформа децентрализации. Как вы прокомментируете этот случай и чем это все закончилось у вас в районе? Давайте сначала поэтапно. Я хотел бы действительно поддержать нашего партнера из Швеции, Панадерека, о том, что действительно пока мы не создадим на уровне района, на уровне области, в масштабе всей Украины, те необходимые условия, после которых к нам будет приходить зарубежный инвестор и будет приносить технологии и инновации, мы не сможем стать большой и великой страной. Я думаю, что, например, если взять, к примеру, меня, то есть я на госслужбе нахожусь первый раз, и до госслужбы я был предпринимателем. У меня, конечно, совсем другая психология восприятия государственной службы. Я понимаю, допустим, о важности этих вопросов и о важности этих вещей. И Япония бы, допустим, никогда не стала бы Японией или та же Южная Корея никогда бы стала Южной Кореей, если бы они не создали бы те условия, конкурентные условия для привлечения зарубежного инвестора. Потому что в мире сейчас ведется большая конкуренция за капиталы, за технологии, за ресурсы, и интеллектуальные ресурсы, и инновационные ресурсы. Ну, это первое. И, естественно, что с приходом команды Михаила Саакашвили, да, Михаила Саакашвили, думаю, тут есть четкое понимание. Да, это первый вопрос. Второй вопрос относительно районного совета. Ну, первое, я говорила не только о районном совете, скорее всего, а еще о том, что господин Дерек сказал, что необходимо поменять сознание, психологию старшего поколения, к которому и относятся, наверное, часть руководства этого районного совета вашего. А вы молодое поколение молодежное? Да, ну, относительно, допустим, я чуть-чуть расставлю все точки наде. То есть, ну, сейчас у нас там, да, действительно, у нас там был определенный конфликт на уровне районного совета. То есть, старый руководитель Николай Балам пытался определенным способом прийти к власти в нас в районе, да. И было проведено определенное собрание определенных депутатов, и они решили, ну, как бы, переизбрать нынешнего главу райсовета господина Макрика, Валентина. На мой взгляд, ну, то есть, по данному факту сейчас ведется судебное заседание, и, конечно, суд определит, кто был прав, но виноват. Но невозврат старой номенклатуры к власти помогли обеспечить все здоровые демократические силы в районе. То есть бизнес восприятил, да? Вашим изменениям отнялся хорошо? Нет, естественно, потому что мы дали какой-то глоток свободы. Взятки есть в районе? Нет, нет. Вот этот район, который коррупция... А почему я заинтересовался в том числе в районе? Остановили коррупцию максимально, да? Да, у нас в районе сейчас создана, значит, рада предприемцев. То есть, и мы регулярно встречаемся, регулярно обсуждаем все вопросы, и я четко поставил, значит, задачу всем нашим, там, правоохранительным органам, и органам, и прокуратуры, и милиции, чтобы бизнес жил свободно. Политическую, наверное, задачу, да? Да, чтобы бизнес жил свободно. Потому что мы должны четко понимать, допустим, там ту же теорию Адама Смита, что есть определенная невидимая рука, и когда не мешаешь, она все всталит на свои места. То есть, вы хотите сказать, еще раз возвращаемся к тому, что наш гость из Швеции говорил, что все-таки кризис находится не в клозетах, а кризис в головах. И вот этот же кризис, он же был у вас в Швеции с 70-х годами. Расскажите об этом, что в середине 70-х годов, я знаю, сырьевая модель экономики сыграла злую шутку, да? Это, Геннадий, я еще извиняюсь, я, допустим, уже завершу свою мысль. Да, был действительно у нас создан прецедент смены, на мой взгляд, не совсем в правовой точке зрения власти, и, естественно, данному процессу помешали все здоровые демократические силы, значит, района. И политические, да, политические. Какие политические силы? Ну, во-первых, препятствовали этому процессу и предприниматели, и учителя, и очень большую роль сыграли бойцы АТО нашей районной, которые, в принципе, своими действиями высказали решительное «нет» возврату старой номенклатуры власти. Они сказали, что их устраивает та власть, которая есть в районе, и по данному вопросу ведется судебное заседание, и суд, конечно, в правовом режиме... То есть не у консервативной переворота не произошел? То есть правые силы, как это не странно, правые политических экспериментов, которые представляют в Иданевском районе, мы будем говорить, там, блок Петра Порошенко, какие его сейчас партии? У нас, значит, народная партия, потом блок Петра Порошенко, но, к сожалению, бьют тогда на время, перешел на позицию оппозиционного блока, но мы их потом вернули назад. Хорошо. То есть я хочу сказать, что в Швеции долгое время, порядка, наверное, 30 лет были в власти социалисты или социал-демократы. Потом, в последние годы мы видим, что уже правые силы в Швеции взяли власть. Но, тем не менее, от прихода тех или иных политических сил политика государства на поддержку населения, на выполнение социальных стандартов и на выполнение, наверное, так, главного основного требования стабильности законодательства, в первую очередь для бизнеса, не изменилась. И вы успешно в 70-х годах попали в кризис, как и мы сейчас в сырьевой, когда вас эта воронка засосала. Очень выгодно было Швеции богато природными сырьевыми ресурсами, железной рудой, черная металлургия развивала Швеции. И вдруг в этот момент кризис. И что вы сделали? Как вы вышли из этого кризиса? Давайте для Украины подсказку. Что я могу сказать? Чтобы на Украине было такой кризис, как в Швеции в 70-х годах, то это было бы все здесь в порядке. В Швеции было сделано то, что намного легче было, чтобы можно открыть бизнес, то, что ранее был проблем. Не так легко страна как бы не была готова на такой кризис. И когда уже кризис получился, надо было ищить быстро выход. Одним выходом было приглашение как бы дополнительных людей, где граждане в Швеции получили зеленый свет. И получилось, что больше людей было в Швеции, которых захотелось делать бизнес. Новых людей. А привлекли? Привлекли. Нам нужно было не так инвесторы, как люди, которые будут хотеть работать. Инициативные люди сами нашли в Швеции, которые решили, получили возможности. Да, получили возможности. Вот это возможности, которые парламент шведский, которые сделали новые уставы, где получилось намного легче делать любой бизнес в стране. Ну, только одна вещь. Каждый должен забывать, что должен платить налоги. И вот это главный sukces шведской экономии. Не это большая компания, а средний класс компаний, где очень много их как бы в 70-х годах пришло до Швеции. А помогло ли вам то, чтобы Швеция в 1996 году вступила в шенгенскую зону? Что это было? Какие вы знаете? Что я могу сказать? Есть разные точки зрения. Есть такие люди, которые очень счастливы. Ну, я тоже как бы счастлив, потому что, когда человек сел в машину, в Стоколме мог завтра уже быть в Лизбоне. Без визы? Без визы, без ничего. Никто ничего не спрашивает. Это один пример того, что люди могут жить в любой Европе, там, где человеку угодно, там, где красиво, где человек хочет жить. Это то, чего мы должны добиться, чтобы жить все вместе мирно. Я, наверное, еще хотел бы дополнить, подносить такой некоторый итог нашей передачи, что все-таки новые принципы, которые в Европе уже опробированы, необходимы для Украины. Это внедрение системы частного государственного партнерства. Закон в Украине принят, но он крайне совершенный. Его нужно развивать, его нужно дополнять. Это шведская экономическая модель, которая одна из пяти мировых экономических моделей работает. Она показала себя дееспособной, и она основана на отношениях доверия между странами на рынке труда. И получается, что шведы могут излишек рабочей силы отправлять в Европу, а те квалифицированные кадры, которые нужны, приглашают с удовольствием к себе. Потом, наверное, политика солидарности в области зарплаты, когда это очень четко отстаивается, и человек не считает себя усимленным. И, наверное, расширение общественного сектора производства, когда не только частные компании, но и государственные корпорации на рынке дают пополнение бюджета. Плюс, наверное, все преимущества, которые нам дала постиндустриальная революция, постиндустриальное общество у вас уже построено, и, соответственно, шведская уже не индустриальное государство, а используя современные электронные технологии, явилась постиндустриальным государством, флагманом мировой экономики. Мы все знаем не только знаменитую группу Абба шведскую, не только великого шведского теннисиста Берна Борга, но и знаем шведские компании, которые вы можете нам сами рассказать, какие есть, в том числе, наверное, может, ваша компания в будущем поднимется на такого уровня. И думаю, что прогресс все-таки идет всегда с севера в нашу страну. Викинги тут побывали у нас и давали нам политическое, очень серьезное такое начало, начиная с Рюрика и Олега. И я думаю, что в этой ситуации мы должны равняться на величайшего шведа, который учредил Нобелевскую премию. И весь мир получает плоды от прогресса, потому что весь капитал, его наследство было не роздано детям, а превращено в фонд, который развлечет в твердые, серьезные банки и международные фонды поддержки бизнеса и науки. И в многих областях науки в итоге мы получаем результат роста идей, которые нобелевские лауреаты приносят каждый год. Мы все с вами пользуемся бесплатно этими плодами, так как это открытая информация. Поэтому я хотел пожелать вашему району успехов, чтобы шведская модель экономическая на территории района начала расти понемножечку. А мы все будем слушать, как говорят немцы, слушать как раз сюда трава, следить за вами, как вы работаете, помогать вам в случае необходимости, приходите в эфир. Я думаю, что у нас в Украине есть прогрессивные силы, в том числе, вот как вы назвали, партия «Солидарность», украинская морская партия, Сергей Кивалов, кстати, тоже является самым ярым сторонником поднятия внутреннего рынка. И спасибо вам, что вы приехали в Украину, спасибо вам, что вы приняли иностранных гостей и сделали так, чтобы мы сегодня с вами донесли до наших телезрителей самую важную информацию. Выход из кризиса является дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих, но для этого надо поменять психологию. Всю психологию меняем и применяем то, что говорил, наверное, в первом веке до нашей эры знаменитый римский оратор Марк Публицицерон. Он говорил такое, что необходимо вначале стать рабом закона, чтобы в последствии быть свободным человеком. Если вы согласны, то спасибо вам за участие. Правильно, а свобода является наибольшей ценностью свободного человека. Я могу сказать, что когда я слухом всех гражданин Украины не могу дождаться, когда уже будет открыта граница. Это ничего не поменяется. Это то, что только будет свобода. Но вам надо оставаться в Украине. Вам надо верить в это, что здесь в Украине будет намного лучше, как в Евросоюзе. А вам надо все сделать, чтобы Евросоюз пришел здесь. Мы уже здесь. Вот на этой конструктивной ноте спасибо, что вы уже здесь. Мы закончим нашу передачу. И скажем вам спасибо, что не уезжайте из Украины, оставайтесь здесь и творите здесь добро, закон. И в итоге все будет справедливо, уравновешенно. Мы почувствуем с помощью свободы, с поводом в развитии. И самое главное инвестирование. Да, получим доход, который позволит нам в самом деле не думать о выезде за границу, а навести здесь порядок в своей стране с вами. Наведем порядок сами. Спасибо, уважаемые гости. Спасибо. Ждем вас в следующих передачах. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин